Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены. Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. Дордуль Плаза. Все для вашей спортивной семьи. В Бишкеке впервые в истории Кыргызстана прошел чемпионат мира по борьбе самбо. В прошлой передаче мы вас познакомили с выступлениями кыргызстанских спортсменов в разделе «Спортивное самбо». А сегодня наш рассказ о выступлении ребят в разделе «Боевое самбо». Спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный комплекс «Сан-Сити». «Спортплощадка» 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 Итак, в столице Кыргызстана, городе Бишкек прошел чемпионат мира по борьбе самбо. Нужно отметить, что чемпионат мира по самбо в Бишкеке, в Кыргызстане прошел впервые в истории нашей страны и прошел на довольно высоком уровне. 52 страны приняли участие в этих соревнованиях. В прошлой передаче мы вам рассказали о выступлении кыргызстанцев в разделе «Спортивное самбо», а сегодня мы вас познакомим с выступлениями ребят в разделе «Боевое самбо». Итак, весовая категория до 88 кг. Здесь нашу страну представлял Эркебай Улу Биг Тен. Он в синей куртке, как вы уже поняли, и в красной куртке его соперник, представитель Моробко Мукнаш Мустафа. Это схватка за выход в полуфинал. Марокканский спортсмен является чемпионом своей страны, чемпионом Африки по боевому самбо. И вот мы видим, что еще одна атака в исполнении марокканца приносит ему один балл. И таким образом счет становится 3-0 в пользу борца в красной куртке. Итак, как я уже сказал, Мукнаш Мустафа является чемпионом Марокко, чемпионом Африки по боевому самбо. А наш спортсмен, кстати, вот мы видим, контратаковал Эркебай Улу Биг Тен. И по-моему, один балл должны ему дать. Но ни одному, ни другому спортсмену здесь почему-то результативных баллов не насчитали. И схватка продолжается в стойке. Итак, Эркебай Улу Биг Тен. Кыргызстан. Бронзовый призер международного турнира памяти Виталия Гордеева 2018 года. Чемпион Кыргызской Республики 2022 года. В этом году Биг Тен в финале нанес поражение Норсултану Тайлакову из Жалабада. Также Биг Тен является серебряным призером чемпионата Азии 2022 года. В решающей схватке в финале наш самбист уступил Мехреддину Манонову из Узбекистана. Итак, 3-0 пока счет в пользу марокканца. Но вот мы видим атаку в исполнении Эркебай Улу Биг Тена. Зарабатывает 1 балл. Таким образом, счет становится 3-1. Сокращает разрыв в счете кыргызстанец и схватка продолжается в стойке. Кстати, в разделе боевое самбо за удары очки не начисляются. Начисляются очки только за приемы, которые были проведены в борьбе. Кстати, вот за удары, я сказал, очки не начисляются. Но если будет нокдаун или нокаут, тогда, конечно же, баллы засчитываются. Лоу-кик по внутренней стороне бедра пробил марокканец, но устоял Эркебай Улу Биг Тен и провел атаку. Полноценной атакой не получилось. На бок упал марокканец и таким образом 1 балл всего был записан в актив кардистанца. И таким образом счет стал 3-2. И вот показывает рефери на ковре, что еще один балл записывается в актив Эркебай Улу Биг Тена. И вновь атака в исполнении кардистанца. Еще один балл записывается в актив нашего Сан-Биста. И таким образом счет становится 4-3. Вновь штрафные очки получает марокканец. И таким образом 5-3 был счет. И 4-бальный бросок. Как вы видели, провел Эркебай Улу Биг Тен. Таким образом счет стал 9-3. Идет удержание. И в итоге марокканец сдается. Выходит в полуфинал Эркебай Улу Биг Тен. Но в полуфинале он уступил представителю команды ФИАС-1 Евгению Алексеевичу и стал обладателем бронзовой медали. Киргизия. Следующая весовая категория до 64 килограмм. Здесь выступал Саяк Бараканов. И в схватке за выход в четверг финал он встретился с представителем Туркмении Давидом Овчаном. Как вы уже поняли, кардистанец в красной куртке и соответственно в синей куртке представитель Туркмении. Туркмен Кисамбис является победителем Кубка Асновоположником Самбо 2022 года. Кстати, это название турнир носит с этого года. Раньше он назывался Кубок Анатолия Харлампиева. И также в этом году Давид Овчан, представитель Туркмении, стал победителем открытого Кубка Азии Вактау в Казахстане. Но мы видели, что два балла заработал Саяк Бараканов и еще один. Ну и вот один балл отыграл наш гость из Туркмении. Таким образом счет стал 2-1, пока ведет наш борец. Итак, Саяк Бараканов, Кыргызстан. Бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2013 года по спортивному самбо. Серебряный призер чемпионата Кыргызстан 2014 года. Победитель международного турнира в памяти Виталия Гордеева 2015 года. Бронзовый призер международного турнира категории А на призы Аслаханова 2016 года. Это я уже перечисляю, так сказать, титулы Саяка Бараканова в разделе «Боевое самбо». Также Саяк является победителем международного турнира памяти Гордеева по боевому самбо 2019 года. Серебряный призер Кубка Мира Мемориал Анатолия Харлампиева 2020 года. В этом году Саяк выиграл чемпионат Кыргызской Республики одолев в финальной схватке представителя команды СОБОР МВД Жалдожбека Балбаева. Ну и в этом году на чемпионате Азии Саяк Бараканов завоевал бронзовую медаль. Итак, менее трех минут остается до окончания этой схватки. Напомню, это одна восьмая финала схватка за выход в четверть финал. Пытается Саяк Бараканов подготовить атаку, но мы видим, что Давид Овчан в стойке попытался атаковать руками, не получилось. И вот на удушающий, на болевой, пытается перевести своего соперника Саяк Бараканов, но пока не получается. И выходят спортсмены за пределы ковра. Схватка будет продолжена, скорее всего, в стойке. Ну да, вышли уже за ковер с амбистой и схватка остановлена и будет продолжена в стойке. Можно отметить, что довольно красочно прошло торжественное открытие соревнований. В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов. Также к спортсменам, гостям и зрителям обратился Президент Международной Федерации Самбо Василий Шестаков и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов. Туркменский спортсмен. Вновь попытался на болевой перевести Саяк Бараканов, но выходит из этого положение Давид Овчан и схватка продолжается в стойке. 2-1 счет. Пока в пользу Кыргызстанца. Немного повыше ростом представитель Туркмении. Соответственно, подлиннее у него руки. Действует он с дистанции. Пытается атаковать, нанося удары руками, но вновь пытается на болевой поймать своего соперника Саяк Бараканов. На руку делает он прием, проводит, но выходит из этого, можно сказать, затруднительного положения. Давид Овчан наносит удары нашему спортсмену и схватка будет продолжена в стойке. 19 секунд остается до окончания этой схватки. Немного нужно продержаться Саяку Бараканову, чтобы стать победителем этой схватки. Контратакует Саяк Бараканов, но, в принципе, уже за пределами ковра это движение было. Тем не менее, реферик на ковре схватку не останавливает и время истекло. Таким образом, выходит Саяк Бараканов в четверть финал. И в четверть финале наш самбист встретился с представителем Соединенных Штатов Америки Хейнсом Закхари. Итак, вот так и американец. Контратакует Саяк Бараканов, но рефери на ковре показывает, что прием был проведен уже за пределами ковра. Таким образом, баллов Саяку не начислено и схватка продолжается в стойке. Американский спортсмен является чемпионом своей страны, призером различных международных турниров. И мы видим, с самого начала схватки пытается Хейнс Закхари работать в стойке руками. Но, вот мы видим, довольно неплохая атака была в исполнении Саяка Бараканова. Но, как я уже говорил, очки за удары руками не начисляются. Очки начисляются только за проведенные приемы именно в борьбе. Итак, 0-0 счет. Попытался с разворота нанести удар Саяк Бараканова. Не получилось. И довольно много и Саяк, и Хейнс работают в стойке. Демонстрируют нам, можно сказать, приемы из бокса. Пытаются, видимо, завершить схватку хорошим ударом. И вот мы видим, американец проводит приемы. По-моему, 2 балла зарабатывает. Да. Точнее, Саяк проводит приемы. И 2 балла зарабатывает наш борец. Таким образом, со счетом 2-0 ведет в этой схватке Саяк Бараканов. И вновь пытается в стойке работать американец. Но контратакует вновь Саяк Бараканов и зарабатывает 4 балла. Так как на спину упал американец, сразу 4 балла было начислено. И переходит на удержание кыргызстанец. В принципе, 2 балла уже он заработал. 8-0 счет и победа нашего спортсмена. Таким образом, вышел Саяк Бараканов в полуфинал. Но схватки за выход в финал уступил представителю команды «ФИАС-1» Шейх Мансуру Хабибу Улаеву. И стал обладателем бронзовой награды. Ну, дело в том, что в боевом самбо нету схваток за третье место. Полуфиналисты, проигравшие сразу, становятся обладателями бронзовой медали. А вот в спортивном самбо за третье место надо еще побороться. Ну и еще один участник от Кыргызстана. Бесовая категория до 79 кг. Дайрбек Каряев. Четвертьфинальную схватку с его участием мы смотрим. Один балл зарабатывает кыргызстанец. И в схватке за выход в полуфинал он встретился с представителем Египта Ахмедом Дарвишем. Дайрбек Каряев является победителем международного турнира памяти Виталия Гордеева 2019 года по спортивному самбо, чемпион Кыргызской республики 2022 года по боевому самбо. В этом году в финале Дайрбек одолел Иррисбека Заирова из команды СОБР МВД. Также кыргызстанец является серебряным призером чемпионатов мира 2018 и 2020 годов. Причем оба раза в финале Дайрбек Каряев уступил Владиславу Рудневу из Украины. Ну и также Дайрбек Каряев является чемпионом Азии 2021 и 2022 годов. Итак, пытается атаковать представитель Египта Ахмед Дарвиш, но хорошо обороняется кыргызстанец. Пытается болевой провести Дайрбек Каряев и в итоге Выходят спортсмены за пределы ковра и схватка продолжается в стойке. Кстати, практически весь мир у нас был в Бишкеке. Были представители Латинской Америки, представители Африки, Австралии, Новой Зеландии, ну и конечно же страны Европы и Азии. Ну, получился действительно чемпионат мира. 52 страны, представители 52 стран приняли участие в этих стартах. Ну и можно отметить, что впервые приняла участие в чемпионате мира команда беженцев. Итак, пытается на удержание перейти египтянин, не получается. Обороняется Дайрбек Каряев и звучит свой стоп. Схватка будет продолжена в стойке. Вообще самбо в Кыргызстане довольно популярный вид. Развиваться этот вид единоборств в нашей стране начал в 60-е годы прошлого века. В 70-е годы одними из первых тренеров по самбо в городе Фрунзе стали братья Александр и Владимир Жульдыбины. Затем Роман Павлович Ким, Савелий Емельянович Галкин. Ну и в 1976 году в город Фрунзе из Чувашка АССР приехал тренер Николай Петрович Михайлов. Вот можно сказать, что с того момента борьба самбо у нас начала развиваться новыми темпами. В 1977 году у нас был избран президент Федерации самбо Кыргызской Республики, точнее Кыргызской ССР. Им стал Руслан Цардебаевич Искенов. В 2002 году Искенов сдал свои полномочия Нурлану Токаноеву, а с 2020 года Федерацию возглавил Азис Ибраев. Так что этот вид спорта, можно сказать, развивается у нас уже давно. Ну и, конечно же, у нас есть своя история. Свои известные и тренированные спортсмены, такие как Александр Пушница, неоднократный чемпион мира, Мухаммед Халыев, чемпион мира, Владимир Бишнев, чемпион мира и обладатель Кубка мира. Но мы видим, что у нас завершилась схватка четвертьфинальная в категории до 79 кг. Победителем стал Дайрбек Кореяев и вышел в полуфинал. И в полуфинальной схватке наш борец встретился с представителем команды «ФИАС-1» Иваном Ложкиным. Иван Ложкин является серебряным призером чемпионата России 2016 года по боевому самбо, чемпион Европы 2016 года, чемпион России 2022 года. Ну, конечно же, всем известно, что российские сальвисты являются одними из ведущих в мире, и поэтому поединки с россиянами всегда вызывают большой интерес у любителей этого вида спорта. Ну, и я начал перечислять вам наших известных и титуловных спортсменов. И вот кого я перечислил, можно к ним добавить. Мурата Дасанова, чемпиона и обладателя Кубка мира. Марата Тимирбулатова, чемпиона мира. Виктор Тихонов. У нас был Станислав Васильев, уже, так сказать, с обретением независимости. Целый ряд у нас спортсменов был хорошего уровня. Это чемпион Азии Азамат Асакеев, Артур Тио, чемпион мира среди юношей, был по самбо. Ну, и многие другие спортсмены. В 2017 году по боевому самбо Раенкул Улубик Мазар у нас стал чемпионом мира. Ну, а, кстати, первым чемпионом мира по боевому самбо в 2006 году стал Дмитрий Заболотник. Ну, правда, переманили его потом россияне, небезызвестные братья Емельяненко, и Дмитрий уехал в Россию. Ну, вот, в 2017 году Раенкул Улубик Мазар стал чемпионом мира по боевому самбо. Ну, кстати, в тот же год можно отметить, что тогда, в 2017 году, Раенкул Улубик Мазар выиграл турнир памяти Виталия Гордеева. Благодаря этому он поехал на чемпионат Азии, который также выиграл. Третьими стартами для Бекназара стали азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые он также выиграл. И вот этот год 2017 для Раенкул Улубик Мазар завершился победой на чемпионате мира. То есть, в принципе, все, что можно было выиграть в 2017 году, Раенкул Улубик Мазар выиграл. Ну, вот, теперь в финале мы видим борется Дейрбек Кореяев. Пока счет 0-0. Замечание спортсмена из команды Фиас Ивана Ложкину за пассивное ведение борьбы. И таким образом, один балл начисляется в актив Дейрбека Кореяева. Кстати, на прошлом чемпионате мира в 2021 году в Ташкенте, ни в спортивном, ни в боевом разделе, у мужчин медалей завоевать не удалось. Но без медалей мы все-таки не остались. Бронзовую медаль чемпионата мира завоевала Абду Малик Кузасамара в весовой категории до 50 кг и стала трехкратным призером чемпионатов мира. Ну, а мы видели атаку в исполнении Дейрбека Кореяева наносила удары рукой, но, как я уже говорил, удары руками очки не приносят. Атака в исполнении Ивана Ложкина, но выходит спортсмен за пределы ковра и схватка будет продолжена в стойке. С минимальным преимуществом ведет Дейрбек Кореяев. Одно очко удалось ему заработать. Точнее, за пассивность был наказан представитель команды ФИАС-1 Иван Ложкин. И таким образом, один балл записали в актив Дейрбека Кореяева. В принципе, здесь была контратака в исполнении нашего спортсмена, но судьи посчитали, что результативных баллов не было. Звучит свисток и ставятся спортсмены в стойку. Ну и боевое самбо, как любители этого вида единоборств знают, этот вид спорта, который, как и спортивное самбо, был создан в России. Он объединяет лучшие приемы, взятые из различных единоборств, и по праву считается наиболее эффективным видом спорта для подготовки сотрудников силовых структур и военных. Итак, в атаке Дейрбек Кореяев. Вновь звучит свисток и ставятся спортсмены в стойку. 1-0 по-прежнему счет проходит в ноги Дейрбек Кореяев. Ну и в итоге, время схватки завершено. Со счетом 1-0 победу одержал Таргустанец и вышел в финал. И в решающей схватке Дейрбек Кореяев встретился с представителем Казахстана Асалбеком Смайловым. Вы видели выход казахстанца, а это на ваших экранах представитель Кыргызстана Дейрбек Кореяев. 3-й финал в спортивной карьере Дейрбека на чемпионатах мира. До этого, как я уже говорил, в 2018 и 2020 годах Дейрбек Кореяев выходил в финал, но уступал и становился серебряным призером чемпионата мира. И вот 3-й финал для кыргызстанца. Весовая категория до 79 килограмм и Дейрбек в решающей схватке за золотую медаль встретился с представителем Казахстана Асалбеком Смайловым. Казахстанец представляет восточно-казахстанскую область, является капитаном полиции. Асалбек Смайлов чемпион Казахстана 2020, 2021 и 2022 годов Серебряный призер азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года Серебряный призер этапа Кубка мира в Астане 2017 года Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Итак, попытался атаковать Асалбек Смайлов, но, как мы видим, хорошо обороняется Дейрбек Кореяев. В принципе, не позволил казахстанцу особо ничего сделать и схватка продолжается в стойке. Ну и в этом году на чемпионате Азии, который проходил в Ливане Наши самбисты в разделе боевое самбо завоевали 5 медалей Чемпионом Азии стал Дейрбек Кореяев В категории до 79 кг Бек Балсун Керембеков также завоевал звание чемпиона Азии в весе до 98 кг Серебряными призерами стали Аркебайу Бектен в категории до 88 кг И Талас Бек Лоралиев в весе свыше 98 кг И бронзовым призером на чемпионате Азии стал Саяк Бараканов То есть 5 медалей завоевали наши самбисты в разделе боевое самбо Ну и в принципе, можно отметить, что 7 медалей принесли нашей стране на чемпионате Азии в Ливане Наши самбисты в разделе спортивное самбо Итак, один балл зарабатывает кыргустанец и сватка будет продолжена в стойке Чемпионкой Азии в категории до 54 кг в этом году стала Абду Малек Кузасамара Серебряные медали завоевали Нургазы Жанбасунов в категории до 58 кг И бронзовых наград удостоились в спортивном самбо Белек Бараканов В категории до 64 кг Айдос Алиев в категории до 79 кг Турорбек Джондаш Казиев в категории до 98 кг И медитбек Казимираида весовая категория до 72 кг В принципе, довольно успешное выступление на чемпионате Азии в обоих разделах У нас было золото и в спортивном самбо и в боевом самбо Итак, со счетом 1-0 ведет ДРБ Карияев Менее двух минут остается до окончания этой схватки Попытался провести прием кыргызстанец, не получилось Теперь приходится обороняться, но никаких активных действий казахстанец не предпринял Таким образом, схватка остановлена Будет сейчас, видимо, оказана помощь нашему борцу Ну, возможно, немного кровь пошла носом у ДРБК Карияева Дается, конечно же, время на медицинскую помощь Но ничего страшного не произошло Оказали помощь кыргызстанцу И схватка сейчас будет продолжена Да, вот, немного носом пошла кровь у кыргызстанца Заблокировали, так сказать, кровь у нашего спортсмена И схватка продолжается Пытается в стойке отработать оба спортсмена Но вот в ноги проходит кыргызстанец И в итоге зарабатывает один балл Таким образом, счет становится 2-0 Обманул своего соперника Дайрбек Карияев Показал, что будет в стойке, так сказать, наносить удары Но потом прошел в ноги И один балл все-таки заработал Еще один проход в ноги И еще, по-моему, должны дать результативные баллы нашему борцу Но вот рефери на ковре показывают, что прием был проведен за пределами ковра Таким образом, результативных очков нету И вновь ловит казахстанца Дайрбек Карияев Вновь проходит в ноги И схватка остановлена Вновь требуется небольшая медицинская помощь нашему санлисту Все-таки довольно, можно сказать, жесткий вид спорта Боевое самбо Он полноконтактный В полный контакт работают спортсмены Но тем не менее Большой популярностью пользуется этот вид единоборств Есть уже самбо и в программе студенческих игр В программе универсиад В программе азиатских игр В закрытых помещениях и по боевым искусствам В Индонезии в 2018 году самбо было в программе азиатских игр То есть потихоньку Такие крупные масштабные мероприятия по самбо тоже проводятся Итак Показывают активность Каргустанцу И 3-0 Счет ведет Дайрбек Карияев И еще один балл записывает свой актив Таким образом счет становится 4-0 И 26 секунд до окончания схватки Конечно тяжело будет казахстанцу Отыграть 4 балла Это нужно провести или 4-х бальный бросок Или 2 по 2 Но времени для этого маловато Ставятся спортсмены в стойку 8 секунд до окончания И в итоге Дайрбек Карияев Наказывается 1 балл записывается в актив Асалбека Смайлова И время схватки завершено Дайрбек Карияев Впервые в своей спортивной карьере Завоевывает звание чемпиона мира С третьей попытки удалось завоевать Золотую медаль на чемпионате мира кыргызстанцу Дайрбеку Карияеву До этого 2 раза он был серебряным призером чемпионатов мира Таким образом весовой категории до 79 килограмм Чемпионом мира 2022 года становится Дайрбек Карияев из Кыргызстана Серебряную медаль завоевывает Представитель Восточно-Казахстанской области Асалбек Смайлов Ну вот, поздравляет нашего спортсмена с победой И по традиции Круг почета С флагом Кыргызстанской республики Дайрбек Карияев на ваших экранах И поздравляет зрителя нашего борца Даже вот запрыгнул Дайрбек на трибуну Ну а мы давайте еще раз посмотрим Атаки в исполнении нашего спортсмена Ну в принципе довольно уверенная победа Со счетом 4-0 Дайрбека Карияева Здесь, как вы сами видели Довольно объективное судейство было Ничего не смог казахстанец противопоставить Нашему сандисту И в итоге Дайрбек Карияев Потихоньку, потихоньку По одному баллу Набирал очки И в итоге Выиграл со счетом 4-0 И завоевал звание чемпиона мира Вот мы видим награждение золотой медалью Ну и бронзовыми медалистами весовой категории До 79 килограмм стали Шерзатбек Исмонов Узбекистан И Иван Аложкин Представитель команды Фиас-1 Ну Фиас-1 это Международная федерация Борьбы с самбо Ну и отметим, что победитель Получил в качестве премиальных 4 тысячи долларов Серебряный призер 3 тысячи долларов И бронзовые призеры Были награждены Денежными призами В размере 2 тысяч долларов Ну а мы поздравляем Дайрбека Карияева С золотой медалью И званием чемпиона мира Мы желаем нашим самбистам Дальнейших успехов А сегодня у нас в гостях Вице-президент федерации Самбо Кыргызской Республики Мурат Аристанбеков Здравствуйте, Мурат Здравствуйте Прошел у нас чемпионат мира По самбо Впервые в истории Кыргызстана И можно отметить Прошел на самом высоком уровне 52 страны Приняли участие в этих стартах Вообще Как вице-президент федерации Что вы можете сказать Что нужно сделать Чтобы провести вот такой грандиозный турнир Спасибо большое Вообще На нас возложили очень большую ответственность Хочу сказать, что подготовка проходила не месяц, не два Потому что мы готовились в течение года В течение года Международная комиссия ФИАС тоже Приезжала, подсказывала По критериям мы выбирали Спортивный зал Наиболее лучшие локации отелей Продумывали логистику И так далее То есть Хочу сказать Была проделана огромная работа Вот И здесь Не только федерация самбо Кыргызской республики Но и Многие другие наши Допустим Наши ветераны нам помогали Дирекция по неолимпийским видам спорта Со стороны государства Тоже мы вот ощущали Хорошую помощь Вот И Наверное Это все Не знаю Системный Комплексный подход Все Благодаря планированию Было нелегко Но я надеюсь Что мы справились А как вообще получилось Что нам доверили Провести вот Такое масштабное мероприятие Ну Для нас это было Большой честью Самый первый Самый основной Критерий Наверное Это Результативность Спортсменов Хочу отметить Что Последние два года Наша сборная Показывает Хорошие результаты И Благодаря Хорошим выступлениям Спортсменов Благодаря Дисциплинированности Наших Тренеров Судей И вообще Федерации В целом Нам доверили Вот Такое мероприятие Вот В прошлой передаче Мы разговаривали С почетным президентом Федерации самбо Нурланом Таканоевым О спортивном самбо Сегодня давайте поговорим О разделе Боевое самбо По-моему Этот вид Этот раздел Самбо У нас более Развит в Кыргызстане Да Вы знаете Самый первый Чемпион Мира По боевому Самбо У нас Был В 2017 Году Бек Назар В этом году У нас стал Дайрбек Карьеров Чемпионом Мира Да Вот Боевое самбо У нас Очень хорошо Начали Начало Развиваться Можно сказать После 2010 Года Ребята Начали Хорошие Результаты Показывать Здесь Что еще Могу сказать Вот По-боевому Самбо Недавно В Ереване Был Молодежный Чемпионат Мира Наши Ребята Молодежка Они тоже Показали Очень Такие Хорошие Результаты У нас Было Два Финала Два Финала Но К сожалению Оба Проиграли Ребята Молодые Перспективные Думаю У них Еще Впереди Да Вот эти Все Достижения А Если Допустим Остановиться На Чемпионат Азии В этом Году Там У нас Дайер Бек Коряев Опять-таки Стал Чемпионом Азии Второй Раз Да Второй Раз Действительно И Бек По Сунпарин Стал Чемпионом Помимо Них Талас И Значит Бектен Они Стали Вторыми И Саях Бараханов Стал Третьим В этом Году Еще Мы Ездили На Кубок Мира Кубок Основого Положников Самбо Там Тоже Наши Боевики Показали Хорошие Результаты Есть У нас Молодой Парень Осеков Даниэль Он Прямо Среди Взрослых Стал Первым Стал Чемпионом Чемпионом Еще У нас Стал Ветеран Можно Сказать Алым Алым Он 98 Килограмм Тоже Чемпионом Стал Дайер Бек Коряев Был Финалистом Но По Балам Проиграл В последних Минутах Стал Вторым На Кубке Мира Ну я Мурат Хочу Немного Добавить У нас В 2006 Году Дмитрий Заболотный Был Чемпионом Мира По Боевому Самбо Он Тогда За нас Ну то есть Он наш Выступал А потом Его Забрали В Россию И потом Он уже Начал За Россию Выступать Ну и Еще Такой Момент Вы же Лично Присутствовали В Армении На чемпионате Мира И можете Сравнить Два Чемпионата В Бишкеке И в Армении Объективно Что можно Сказать Такой Очень хороший Вопрос Вы задали Я хочу Сказать Что Армения Задала Тон Тон Может быть Он Для меня Потому что Я в федерации Человек Новый Хотя Сам Спортсмен Ветеран Спорта Вот И В Армении Чем Отличилось Мероприятие Все было Организовано На высшем уровне Прям Все как Часы Работали Помимо Спортивных Мероприятий Сделали Бизнес Форум Бизнес Форум Ознакомительный Вообще О потенциалах Армении И так далее Другое Вот По этой части К сожалению Мы не успели Потому что Здесь Очень такая Кропотливая Работа Может быть Из-за отсутствия Ресурсов Не знаю У нас Вот В этом отношении Армения Лучше сделала А по поводу Организации Наш зал Вы знаете Он очень такой Компактный Нам удалось Его хорошо Оформить По всем Параметрам И По логистике По VIP зонам Вообще По Проведению Гостеприимству Я думаю Мы Выполнили Планку Ну то есть Можно сказать Что Побывав На чемпионате Мира В Армении Вы Соответственно Сделали Какие-то Выводы И взяли На заметку Как там Проводили Да Мы уже Знали Что Хуже Проводить Нельзя Поэтому Действительно Постарались Ну это Получилось Да Ну и Теперь По прошедшему Чемпионату У нас Чемпион Да Призеры Значит Мы завоевали Два золота Первое золото В дисциплине Боевого самбо Дайр Бакаряев И второе золото Бекполот Токтагонов Плюс 98 кг Спортивная самбо Это Можно сказать Наш первый чемпион В истории Да Поэтому И значит У нас Феликс Парень Вышел в финал Стал вторым И мы завоевали Три бронзовых Медалей В общем В общем Шесть медалей По Общекомандному Зачету Мы Заняли второе место После России Поэтому Это тоже Я думаю Очень высокий По-моему В Сочи вторыми Один раз были Да Один раз мы в Сочи Были вторыми И в этот раз Еще раз Да Ну из 52 стран Второе место По-моему Очень высокий результат Ну да Это благодаря Нашим родным Стенам Поддержкой Нашего народа Вот получились Такие хорошие результаты Какие теперь Планы у федерации Планы у нас Сейчас Мы Сезон Можно сказать Проявили Очень На высоком уровне На днях У нас будет Совет Собрание Полностью Собираемся И будем утверждать Календарный план На следующий год Вот Значит В декабре У нас есть турниры Мы планируем Туда тоже Ребята отправить В Москве Наверное Будет проходить А вообще Вот Займемся Сейчас календарным планом Планы Это Наилучшие Результаты Дай бог А на следующий год Какие старты В принципе Вот По плану Хотите Выключить Ну Азия Мир Понятно Еще что Вы знаете Вот Нам После проведения Вот этого чемпионата Руководство Международной федерации ФИАС Сейчас Хотят отдать Проведение Кубка мира Вот И Дай бог На следующий год В августе Миссии Мы будем проводить Кубок мира Вот Ну Это тоже Большое Мероприятие Да Ну И наверное Кубок Основоположника Самбо С этого года По моему Да Он раньше Назывался Кубок Харлампиева Да Сейчас Называется Кубок Основоположника Кубок Основоположника Да Вот Он и планируется В декабре месяце В январе Миссия А В Москве В прошлом году Он прошел В конце года Из-за Пандемии Из-за разных Этих А обычно Он проходит В начале года Вот Поэтому Самый Первый Старт У нас Кубок Основоположников Самбо Ну И еще Наверное Немаловажный Факт Что Международная Федерация Самбо Фиас Наряду Вот Может Глядя на другие Международные Федерации Борьбы Бокса Теперь тоже Учредила Денежные Премии Спортсменам Это наверное Еще больше Да Это я Как бы Стимулирует Это прям Да Это вот Я возняюсь Что Я пропустил Этот момент Спортсменам Победителям На первое место Вручали Четыре тысячи долларов Второе место Три тысячи долларов И Третье место По Две тысячи долларов Это Очень хороший Призовый фонд Общая сумма Призового фонда Составила 231 тысячи долларов Поэтому Для спортсменов Тоже Это очень Хороший стимул Хорошая мотивация Ну что Мурат Еще раз Поздравляю вас С успешным проведением Чемпионата мира С успешным выступлением Наших спортсменов И вот В завершении разговора Можете Пару слов Сказать Нашим телезрителям Я искренне Поздравляю Сборную На чемпионате мира Желаю В нашей стране Процветания Успехов Чтобы наш гимн Звучал В разных точках мира В целом Всем мира И счастья У нас в гостях Был Вице-президент Федерации Самбо Каргизской Республики Мурат Растамбеков Спасибо что пришли Мурат До свидания А сейчас Наша традиционная Рубрика Из которой Вы узнаете О новостях Карвин Спорт Клуба Карвин Спорт Клуб Это спортивный Комплекс С огромным Выбором Направлений И услуг В сфере Фитнеса И здорового Образа жизни Кроме того Это довольно Дружная И большая Семья Так как Здесь Для членов Карвин Клуба И его друзей Проводятся Различные Спортивные Мероприятия И соревнования Так В плавательном Бассейне Карвин Клуба Прошли Внутриклубные Соревнования Осенние Старты 2022 Сегодня Мы расскажем О выступлении Детей 2006-2008 Годов Рождения Каждый Участник Состязаний Принимал Участие В двух Заплывах А победитель Определялся По сумме Набранных Очков В итоге В заплывах 50 метров Вольным стилем Плюс 50 метров На выбор Брасом Батерфляем Или на спине Среди девочек Первое место Заняла Марина Крахмалева А второе И третье места Достались Раяне Насыровой И Карине Исаенко В заплывах 50 метров На спине Плюс 50 метров Вольным стилем Среди мальчиков Быстрее всех Дистанцию Преодолел Амир Кадырваев А второй Результат Показал Ратмир Родичев В заплывах 50 метров Брасом Или Батерфляем Плюс 50 метров Кролем Первенствовал Октан Барбоев Второе место Занял Назар Магомедов И замкнул Тройку призеров Атай Исраилов Ну а в смешанной Эстафете 4 по 50 метров Победителем соревнований Стала команда В составе Которые выступали Дамиров Сатаев Крахмалев И Шаршеева Второе место Занял Квартет Давитов Лумазов Исаенко И Цай И третьей на финише Была команда В составе Нам Колодкин Рогальский И Болян Также были отмечены Девочки и ребята Не попавшие В число призеров Им были вручены Медали и грамоты От Карвин Спорт клуба В общем Добро пожаловать В Карвин клуб Фитнес клуб Премиум класса Номер один В Кыргызстане Не можете поделить Телевизор дома Второй не помогает Восьмизальный кинотеатр В Дордой Плаза Зал Лаймакс И новый зал Долби Атмос С ошеломительным звуком Дордой Плаза Погрузись в другую реальность Редактор субтитров А.Семкин Время нашей передачи Подошло к концу С вами был Тахир Гафуров До свидания До следующих выходных Редактор субтитров А.Семкин